Методика иноязычного образования. Лекция 3. Тема лекций. Связь иноязычного образования с другими науками. План лекции. Первый вопрос. Связь методики иноязычного обучения с коммунитарными науками, такими как логика, педагогика, страновидение, философия. Второй вопрос. Связь методики иноязычного обучения с науками лингвистического цикла. Социолингвистика, лингвистика текста. Третий вопрос. Связь методики иноязычного обучения с науками психологического цикла. Психология, возрастная психология, психология речи, общая психология, педагогическая психология, возрастная, психология труда, инженерная психология. Четвертый вопрос. Связь методики с кибернетикой. Пятый вопрос. Физиология. Цели и задачи. Первый вопрос. Рассмотреть цель методики на изучение обучения с науками. Вторая задача. Рассмотреть связь методики на изучение обучения с науками лингвистического цикла. Третий вопрос. Связь методики с науками психологического цикла. Рассмотреть связь методики с кибернетикой и физиологией. Следующая терминология будет использована во время лекции Методика, возрастная психология, одноязычное обучение, инженерная, кибернетика, педагогика и т.д. Таким образом, методика связана со следующими науками Методика осуществляется в неразрывной связи с другими науками, в основном гуманитарного профиля В частности, с философией, логикой, педагогикой, различными науками лингвистического цикла Так как процесс обучения не может осуществляться без учета педагогических и психологических закономерностей Обуславливающих необходимую рациональность учебной деятельности На материале самого предмета, объекта обучения, т.е. иностранного языка, природу и закономерности развития которого Поясняет лингвистика Методологическая основа обучения иностранным языкам составляет прежде всего философия Методика учитывает ее положение о единстве языка, мышления, языка и общества, о формах познания, действительности Любое явление языка и речи может быть правильно понято и усвоено, если оно рассматривается в связи с другими, ранее осознанными и усвоенными элементами языка Поэтапное формирование умственных действий основано на том, что каждая основанная операция становится ступенью для последующей Связь с логикой Логика – это наука об общих законах и приемах человеческого мышления, применение которых в процессе размышления и познания обеспечивает овладение объективной истиной В процессе обучения речи на иностранном языке чрезвычайно важно учитывать эти законы, опираться на них в поисках новых методических приемов Педагогика распространяет на методику свои основные положения – теории воспитания, обучения и образования, воплощенные педагогических принципами Общее языкознание составляет научную основу методики, так как оно исследует систему разных языков, их взаимовлияние, структуры речи Частное языкознание представляет в распоряжении методики данные о системе родного, изучаемого иностранного языков Запоставление систем языков и нормы реализации системы в речи дает возможность определить конкретные трудности в обладении тем или иным языком Страновидение дает представление о социально-экономическом положении народа, язык которого изучается О его истории, географии, этнографии, духовном богатстве, о нравах, обычаях, традициях, присущих данному народу и связанных с ними языковых реалиях, носителями языка в разных ситуациях общения Социолингвистика изучает причинные связи между языком и явлениями общественной жизни Выявляет функциональную нагрузку языка в разных социальных и профессиональных сферах, применение его, что служит основанием для выбора объектов изучения Социолингвистика описывает экстралингвистические средства, используемые в языке Математическая лингвистика Это отрасль языкознания, изучающая применение математических приемов методов исследования языка и речи Данные математической лингвистики применяются при проведении экспериментов в методике Психологические науки Таким образом методика связана с общей психологией, возрастной, педагогической, инженерной, психологией труда, возрастной, речи Психология – это наука о закономерностях развития и формах психической деятельности живых существ, имеет непосредственное отношение ко всем педагогическим дисциплинам Взаимопроникновение психологии и методики преподавания иностранных языков особенно ощутимо в общей психологии Психологии речи, возрастной, педагогической психологии, психологии труда Общая психология изучает общие закономерности психической деятельности взрослого нормального человека Является основой для понимания тех психических процессов, которые происходят при овладении иностранным языком и использовании его Возрастная психология изучает закономерности психического развития человека, становление психических процессов, памяти, мышления, воображения, чувств и психических свойств личности Возрастная психология помогает определить в обучении содержание, методы, приемы, работы и организовать занятия с учетом возрастных особенностей учащихся Психология речи исследует процессы овладения и владения речью Взаимосвязь внешней и внутренней речи И внутреннего проговаривания свойства вербальной памяти Закономерности устного и письменного общения Связь речевых и неречевых действий Педагогическая психология исследует закономерности развития психики человека в процессе воспитания и обучения Педагогическая психология помогает выявить мотивацию деятельности учащихся в процессе изучения иностранного языка Создать установку на практическое овладение иностранным языком Определить и поддерживать интерес к языку и народу, говорящему на нем Выработать правильные отношения к овладению знаниями и развитию речевых навыков и умений Психология труда, применительна к методике Помогает выявить профессиональные, важные качества обучающего и обучаемого Учет данных психологии труда способствует научной организации обучения Определению объема и рационального соотношения аудиторной, лабораторной и домашней работы Оптимальных норм, продолжительности тренировки видов речевой деятельности и языкового материала Эффективного во времени применения технических средств обучения и т.д. Инженерная психология исследует взаимодействие человека и машины Ее данные используются для разработки методики применения технических средств обучения и программирования Экспериментальная психология обогащает методику результатами исследований, касающихся закономерностей произвольного и непроизвольного запоминания Объема памяти, особенности восприятия, функционирования, анализаторов и другое Методика иноязычного образования Учитывает данные физиологии высшей нервной деятельности О входных и выходных системах мозга, обеспечивающих речь Данные физиологии имеют непосредственное отношение к проблеме формирования навыков и умений Психолингвистика Отрасль языкознания, которая изучает процессы встречи с точки зрения соответствия содержания высказывания коммуникативных замыслов В настоящее время методика все шире использует данные естественных и точных наук Научные данные информатики позволяют определить количество сведений в сообщении Функциональную нагрузку того или иного языкового материала В том или ином виде речевой деятельности И уяснить причины потери информации при речевом общении Кибернетика Некоторые положения кибернетики могут быть использованы в управлении процессом обучения иностранным языкам Обучение иностранному языку следует строить как целостную систему Элементы которой эффективно функционируют при наличии постоянной обратной связи Большую перспективу для практики обучения иностранным языкам с помощью обучающей техники Должна представить совершенно новая отрасль лингвистики Инженерная лингвистика Лингвистика текста Здесь следует обратить внимание и назначение усиленно развивающейся в последнее время лингвистики текста Теоретические решения, которые помогут сыграть важную роль Существенное повышение эффективности обучения чтения на иностранном языке и литературе различных стилей и жанров Таким образом, вопросы для закрепления материала Какие лингвистические основы и методики иноязычного образования вы знаете? Какие психологические и психолингвистические основы имеются как основы иноязычного образования? Дидактические основы иноязычного образования? Социально-культурные основы иноязычного образования? При подготовке к лекции используйте следующую литературу Кунан-Баева «Теория и практик современноязычного образования» Кунан-Баева «Салима» «The Modification of Foreign Language Education» «Современноязычное образование» Тот же автор Солонцова «Методика обучения иностранным языкам» Часть 1, 2 и 3 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!